Условия боя в помещении в зависимости от того, что это за помещение предоставить. Либо вам надо будет пройти, будет такой же сценарий, вам надо удрали. Вы пришли на работу, сели за свой стол, начали работать, услышали выстрелы. Нормальное поведение в такой ситуации надо сваливать. Но вам надо будет свалить так, чтобы вас не застрелили в покой. Либо вам надо найти и уничтожить противника. Ну вот вы герой. В зависимости от этого будет меняться ваша тактика. Как заглядывать за угол? Вот я подхожу к углу. Я не вижу, что там происходит. Первое. Я могу стоять в стене спиной, как в кино с пистолетом. Но это маленький пол. Потому что я ограничиваю себя в поле зрения. Если здесь тоже есть дверь, которую я хочу контролировать. То есть я не знаю, в какой из этих комнат сидит. То возможно я буду двигаться вдоль стены и контролировать и эту дверь, и эту. Если это... А! Лучше он сюда не ходит. Лучше он сюда не ходит. У меня есть коридор с двумя дверью. Сейчас эту дверь забыли, эта стена глухая. Что мне нанесло? Я разворачиваюсь лицом к стене. Второе. Я держусь от стены на расстоянии вытянутой рукой. Потому что если я буду к ней прижиматься, то у меня угол будет гораздо меньше, чем если я буду отсюда смотреть. Правильно? Вот я стал к стене, я сейчас мишень не вижу. Я сделал шаг назад, я мишень не вижу. Дальше я спокойно подхожу к этой стене. При этом я стараюсь не вышагивать ногой за линию стене. Потому что я бывалящий. Критически я могу поставить ногу четко на эту линию и дальше пытаться высунуться, посмотреть. Практически дверные косяки прострелят. Ну представьте себе, что вот сюда попадет. Они сделаны из дерева либо из пластмассов. В нашем условии. Крайне редко у нас встречаются железобетонные краевы. И даже железобетонные краевы, если попадает пуля, то это дополнительная крошка уйти на плиток. Я сейчас говорю о травматах или любых пулях. Поэтому линию, за которую мне нельзя проходить, я провожу не по краю стены, угла, да? А по где-то плюс 10-15 сантиметров. То есть я должен остановиться где-то здесь. Дальше зона простреливается. Туда лучше не высовываться на доль. Вывожу оружие, если у меня есть эта дистанция. Да, если коридор очень узкий, я не выведу, да? Вывожу оружие. И у меня есть два способа высовываться. Первый способ. Я могу наклониться. За счет мышц корпуса я опускаю плечо и наклоняюсь. Способ хороший, потому что он очень простой. все мои у него наклонятся. Но, если по мне открывается огонь, я не успел выстрелить, мне надо быстро и жгутся назад. И от этого зависит от силы мышц. Мышцы пора, да? Мышцы стабилизации. Способ второй. Я переношу вес на правую ногу. Я выезжаю на них. То есть до этого ноги у меня были на месте. Я делаю наклон. Я переношу вес. И чтобы не потерять равновесие, я эту ногу чуть отставляю. Все. Тогда, когда мне надо будет засунуться обратно, просто толкаюсь на ногу. Сейчас. Берем оружие. Разбиваемся по плану. Первый номер становится вот здесь. С оружием руками. Задача второго номера заглянуть за угол. Так, чтобы первое, что я увижу, был дульный фрез. Если я вижу ногу, бедро, плечо и так далее. То есть вы должны увидеть, как я высовываюсь через оружие. Просто две разминки. Заглядываем за угол. Все. Просто заглядываем. Не заходим пока. Вы точно знаете, что в доме вооруженные люди. Вы слышали выстрелы, пики и так далее. И эти люди, скорее всего, знают, что вы там есть. И вполне возможно, что, когда вы высунулись их отсюда, первое, что вы увидите, его руки. Соответственно, вам надо высунуться так, чтобы не получить при этом пулю. Один из вариантов, то, что вы уже пытались сделать, обнизиться. То есть высунуться не на уровне, где человек стоит и целится. Помните старый фильм «Призрак замка Морис-мит», да? Была классная камелетка, она белая. Там у чувака был удар ребром ладони по горлу. Он стоял за углом, и когда пробегал противник, он бил ребром ладони по горлу. Но бежал карлик, и фокус не получился. Вот сейчас вам надо стать карликом. То есть, если человек вас ждет, например, вы уже в кого-то стреляли, вы обозначили «Я вооруженный, я вас защищаю свой дом», да? И сообщник, понимая, что есть вооруженное сопротивление, он затаился, и он вас уже ждет, он уже выиграл прицел. Вам надо высунуться чуть-чуть ниже. Классическая позиция ниже – это позиция с коленом. То есть, для того, чтобы обнизиться, я опускаюсь на одно колено. И тут есть два варианта. Первый вариант – я опускаюсь на колено, которое ближе к углу. Этот вариант позволяет мне спокойно наклониться, потому что мне ничего не мешает. Но, если я, вы уже заметили, что у вас есть тенденция вываливать ногу, если я высуну колено и получу ранение сюда, я падаю в эту сторону. Слушай, я уже наклонился, правильно? И тут я, не дай бог, прилетела ногу. Второй вариант – я наружную ногу, ближайшую к говному следу, оставляю поднятой. Эту ногу оставляю сзади. Мне будет тяжелее высунуться, но даже если я получу ранение, я упаду сюда, за укрытие. Вариант номер три – я не опускаюсь на колено. Я приседаю и высовываюсь, оставляю ногу. Требует определенной гибкости и растяжки. То есть, тут будет загрузка на колено, потому что я его сильно опускаю, надо будет откинуть. Но из положения на колени я буду вставать дольше, чем из положения приседа. Поэтому я присел и нюансы. Вон, падла, тоже может присесть. Поэтому, когда вы выглядываете, если вы не увидели ничего здесь, посмотрите туда. В условиях коттеджа многоэтажного, еще и тогда туда надо присесть. Потому что там бывает лестница. Правильно? То есть, процесс сканирования выглядит вот так. Упражнение понятно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...